Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Строй Гарантанаба. Меня зовут Виктория. Меня зовут Олег, и сегодня мы с вами прогуляемся по новому жилищному комплексу Асовский, который располагается в административном центре Тимрюкского района в городе Тимрюке. А еще заглянем в гости к первому жителю этого района. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Компания Строй Гарантанаба. Ну, мы к вам на экскурсию, скажем так, в вашем новом, уютном, красивом доме. Прошу, проходите. Спасибо. Проходите. Александр Николаевич, ну, скажите, пожалуйста, как давно вы живете в этом новом доме? Неделю. Буквально неделю? Буквально неделю. Что вас сподвигло приобрести новый дом? Ну, искал жилье, заехал сюда, посмотрел, понравилось. Решение было принято молнией, но с настройки уже и все. По-настоящему, по-мужски? Мне нравится, беру. По-настоящему, мне нравится, беру. Мы прошли с ректором, с Ларисой, с вашей хорошей женщиной. Показала, рассказала. Интересно было. Вот на этом варенье остановились. Ну, вот если вы говорите о том, что первые эмоции, первые впечатления сподвигли вас приобрести этот дом. Скажите, какая была самая первая эмоция? Что вам больше всего приглянулось? Качество. Качество. Это перво на перво. Сделано хорошо, добротно. То есть, ее материалы не дешевые. Вроде бы все просто, но с другой стороны, все качественно и хорошо. Мне понравилось. Максимально компактно, максимально качественно. То есть, вы подошли, в первую очередь, как мужчина, с практичной. Ну, естественно. А потом, два дня переговора, и все. И решение принято? И решение принято. Да даже не было переговора просто. Пока документы приготовили, я сдал. Документы готовы были. На третью ночь я здесь ночевал, завез мебель. Пожалуйста. Вот до сих пор обживаю. То есть, с тем публичным понятием того, что купить дом – это целая волокита, вы с ней не столкнулись? Нет, нет, абсолютно. Отношение великолепное. Что у вас в головном офисе? Я приехал, встретили, все объяснили, все рассказали. Мне понравилось. Ну, в общем-то, понятно мне даже, вот ощущается ваше, наверное, впечатление, потому что я тоже зашла, и здесь очень уютно. Вот я не знаю, либо это уже ваша здесь вот энергетика, ваши уже вещи, да, создают... По-бегонку создаем. Да, либо это вот в совокупности так сложилось. Ну, в совокупности, естественно. Ну, хочется же, чтобы начать жить здесь. Да, очень уютно. Хотелось бы о вас побольше узнать. Чем занимаетесь? Какие у вас увлечения, может быть, есть интересные? Ну, чем занимаюсь? Я местный житель, давно живу в Тимрюке. Работаю всю жизнь на Дальнем Востоке в рыбодобывающей компании. Уже 38 лет связан с морем, с рыбалкой. Ну, вот в этом году прилетел домой после работы. Нужно расширяться, дети растут. Ну, принял решение. Этот дом вы для себя непосредственно купили или для... Вы знаете, ну, а для кого? Для семьи. Для семьи. Здесь еще определимся, кто здесь будет. Я еще не решу. А кто будет? Кто пришел, все свои дети. Вот и все. Ну, вы знаете, уникальное ваше такое молниеносное решение. Пришел, увидел, победил, приехал. Многие люди решаются, чтобы приобрести дом. Потом год ждут, принимают решение, выбирают, посещают очень много разных новых строительств, вторичку. Вы пришли, выбрали новый дом. Это очень интересно и уникально, на самом деле. Я буквально день просветил, пробежался по городу, думал, посмотреть что-то. Может быть, вторичка. Может быть, что-то новое. Я когда в феврале в этом году уезжал на работу, улетал, здесь еще ничего не было. Я же прекрасно помню, что с виноградниками ходил. Голое место было, ездишь на машине, мимо пускай. А это проезжаю, обратил внимание, что-то свежее, забежал. Зашел, вошел в офис, поговорили. Лариса, мне на зернаду? Вот она мне показала проекты дома. То, что готова была. Посмотрели, все решили. Я буквально никуда не уходил, мы с ней вернулись, сказала, что оформляет документы. Говорю, давай оформляюсь. На следующий день приехал уже, ну и началось движение. К этому поводу все. Через два дня в Анапе у вас в головном заключили договор, произвел оплату. Ну и все. Как насчет инфраструктуры? Потому что многие люди, кто еще Темрюк не знает, да, и этот район, возникают вопросы, опасения, как здесь с инфраструктурой именно в Азовском. То есть отдаленность. Я понимаю, перво-наперво. Здесь вот буквально полтора километра у нас 15-я школа. Школа? Вернее, наоборот, да. В сторону 15-я остановка. И там же, ну, считайте, 100-метровка, магазины, все что угодно. Почта здесь рядом. Остановка общественного транспорта вот в 10-ти шагах. Поэтому я не вижу здесь каких-то затруднений. Это не где-то в поле выбираться. Вышел спокойно. Ну, естественно, будут здесь дорожки, отсыплются это все. Грязи здесь особо нет. Александр Николаевич, для вас, как для первого жителя Азовского, мы дарим вот такой вот сладкий презент. Ну, к чаю, просто к чаю. Спасибо. И на память вам вот такой вот календарь у нас есть 22-го года, чтобы вы весь 22-й год о нас помнили, ну и потом тоже. И вот такой вот небольшой тоже сладкий подарок. Спасибо огромное, очень приятно. Нужно чай ставим, да? Давайте, да. Давайте. Александр Николаевич, вот вы нам немножко упомянули о том, что хотите переделать пух. Можете подробно рассказать, как вы здесь немножко хотите пофантазировать? Да, пофантазировать здесь полет фантазии зашкаливает из-за этого возможности. Мансарда там большая, 20 с лишним квадратового. Вот там можно сделать хорошую пулу с витражами, зону барбекю, шашлычнистую, чтобы все это было там. Тираться, да? Конечно, конечно, это в будущем, конечно, это все сейчас не сразу. Ну, я зашел, когда это увидел, в голове такое щелкнуло. Но это потом. Пока нужно здесь, чтобы жилой дух здесь был. Но он уже у вас есть, точно. Здесь надо дополнять просто. Грамотно продуманная планировка на стадии планирования. Да, да. Здесь сделана так, чтобы можно было потом сделать пух. Можно было что-то там. На свое усмотрение что-то еще здесь придумать. Что-то еще придумать. Место есть, место там хорошее. Не просто выходишь из дома, ступеньки, и ты оборвался в огород. Здесь продумано, здесь хорошо. Красивая лесополоса, иномарки, все. Лесополоса просто шикарная у нас. Летом зарастет все здесь, и будет хорошо. Мы вас благодарим за такую обширную экскурсию, подробный рассказ, откровенный о вашем новом жилье. Скажите, пожалуйста, ну, ваше общее впечатление, и порекомендуете ли вы покупателям именно такой дом, и вы именно в этом микрорайоне? Впечатление хорошее. Дома приобретать нужно, необходимо, кому это необходимо. Я уже говорил, качество хорошее. Буду у себя на работе. Многие дальневосточники интересуются переездом на юг. Но, знаете, люди проживали большое количество времени там. В какой-то степени даже боятся, потому что смена обстановки, смена климата, да смена всего, смена жизни. Буду настаивать. Не настаивать, а, по крайней мере, на личном времени. Ребята очень много спрашивают, что у вас в этом. Вот, приеду, покажу, сделаю видео по своему коллеге по работе. По мне, люди крепятся сюда и будут покупать дома. Нормальное бюджетное жилье. Нормальное. Мне нравится. Я больше не в качестве, там, какой-то рекламы или чего-то. Просто мне нравится. Я доволен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова